Привет, я всё ещё мечтаю о тебе Когда-то снесло, но тебя нет И мы пропали вместе с тылом с твоим Вот и конец Привет, я всё ещё мечтаю о тебе Когда-то снесло, но тебя нет И мы пропали вместе с тылом с твоим Вот и конец Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую Сегодня будет новый видосик, в котором я вам покажу свой автомобиль Что с ним произошло за 3 месяца моего владения То есть эта машина у меня уже 3 месяца Даже немножко больше Это пятёрка, купил её за 700 баксов И сегодня про неё пойдёт речь Что сломалось, как у меня почти застучал мотор Много чего с ней произошло за это время Поэтому видосик будет интересный Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Набирайте 250 лайков И выходит новое видео Снимаю по-прежнему на телефон Поэтому не бесуйте, ребята Только таким образом я могу записывать подобные ролики Другого телефона, либо камеры у меня нету Поэтому выбирать не приходится Либо так, либо никак Поэтому в любом случае надеюсь на вашу поддержку На ваши лайки и на вашу активность Короче, ребятки, не буду затягивать Начинаем ролик Всем приятного просмотра Всем приятного аппетита Ну что ж, начнём я думаю с того, что Да, это мой автомобиль Я его купил 3 месяца назад Это было получается 31 марта Я поехал в другой город И купил себе этот автомобиль За 700 долларов Это дорого для неё Потому что тогда я как бы не шарил Я даже днища не смотрел Я ничего не проверял То есть я купил по факту её реально дорого Как бы изначально в машине в принципе всё работало То есть всё просто Всё, что есть в машине Всё работало Но потом постепенно всё начало ломаться Во-первых, сломались дворники Сгорел моторчик дворников Я поставил бэушный моторчик Но, к сожалению, всё равно дворники не работают Работают только в том случае Если их напрямую замыкать То есть нужно, скорее всего, менять ещё реле дворников Как вы помните, у меня ещё стучали клапана То есть я поехал в деревню Мне их там начали настраивать И обнаружили то, что у меня на клапане лопнула пружина И сам клапан тоже лопнул Если бы я так дальше ездил То у меня бы просто застучал бы мотор На самом-то деле Просто застучал бы мотор и всё Но по итогу мы вот эту пружинку клапанную поменяли Клапан сам поменяли Клапана настроили И всё как бы хорошо Мотор себя отлично чувствует Также я поменял масло Поменял воздушный фильтр Масольный фильтр То есть полностью обслужил свой автомобиль Также, когда я был в деревне Мы поменяли подушки двигателя Потому что одной подушки была полная просто жопа То есть по факту её просто не было Поэтому мы поменяли две подушки двигателя Ну и в принципе всё Больше ничего такого я в деревне больше не делал На этом, ребятки, всё не заканчивается У меня сдох аккумулятор То есть у меня он полностью сдох Я потом его зарядил Он какое-то время работал Но у меня по электрике всё пошло по пизде У меня сгорели просто все лампочки поворотников То есть по кругу все лампочки поворотников у меня сгорели И мне пришлось менять полностью все лампочки Сигнализацию мы полностью отключили Потому что с ней была проблема У меня просто замыкала аварийка из-за неё Короче, по итогу сигнализацию мы полностью сняли Она у меня там валяется где-то в старае дома Также у меня сгорел моторчик открывания багажника То есть у меня с кнопки открывался багажник С помощью сигнализации этот моторчик сгорел То есть он перестал работать И по итогу я его просто выкинул То есть у меня сейчас багажник открывается Как у обычного Жигуля просто с ключа Ну и наверное самый дорогой ремонт Который был недавно Это ремонт сцепления Мы поменяли рабочий цилиндр Мы поменяли жидкость Мы поменяли муфту, корзину, сцепление Выжимной подшипник поменяли То есть полностью всё с работы мне обошлось 150 долларов То есть в целом я потратил где-то за всё время За три месяца Не считая бензин Я потратил на автомобиль где-то 300 долларов Ебать жарко пизда, если честно Вообще так жарко пизда просто Блять, яйца нахуй вообще хуевают На солнышке У меня сука трусы сейчас загорятся отвечают Короче, что мы по итогу имеем Как я и сказал, машину купил за 700 Вложил в неё 300 И я, кстати, хотел её продать Был такой момент, что она меня реально жёстко заебала Я уже выставил её на объявление Я уже решил её продавать Уже нашёлся покупатель За, получается, 500 баксов Но мне стало просто её жалко То есть я тачку выставил на продажу Звонков было пиздец просто В первый день Я её выложил вечером И в первый день было где-то, ну, звонков 50 Просто сообщений, там, просмотров Было пиздец Как бы было много желающих её купить Кто-то мне 15 тысяч предлагал И нашёлся покупатель за 20 тысяч И в последний момент просто я отказался её продавать Я понимаю то, что она требует много вложений Её нужно переварить Нужно поменять амортизаторы Нужно поменять переднюю подвеску И тогда всё Машина будет просто в идеале Потому что мотор работает нормально Фары светят, всё работает То есть нужно её именно переварить То есть это самое главное, что сейчас нужно сделать Потому что самое главное в машине Это кузов Поэтому мне нужно её переварить Это стоит 10 тысяч гривен Это где-то 300 долларов То есть я её переварю И тогда уже можно будет Надо водить марафет Там, что-то делать Там, диски ставить Там и так далее Туманки я хочу поставить себе То есть самое главное Это её переварить Я хочу её переварить Постараться до зимы Потому что зиму она не переживёт Давайте я вам покажу Теперь всё более наглядно В принципе, как и что здесь изменилось Новый, получается, топливный фильтр стоит Видно то, что новая трубка идёт на сцепление Новый рабочий в цилиндре стоит Новые подушки двигателя Новый аккумулятор Аккумулятор реально хороший Короче, такой вот аккумулятор Очень хорошо работает Как бы с ним проблем нету Слава богу Потому что предыдущий аккумулятор, который здесь был Он мозги ебал в пиздец Но он просто сдох Он был старый, скорее всего Кстати, у меня не работает газ У меня почему-то на газон они заводятся То есть я уже где-то месяца два Нет, где-то месяц езжу, короче, только на бензине То есть как бы он работает Но на газу почему-то она не заводится Нужно ехать к хозяйцам, чтобы они это делали Это обязательно тоже я сделаю Потому что бензин сейчас подорожал Я вообще, в принципе, заливаю спиртовой бензин Но спиртовой тоже подорожал Поэтому нужно переходить обратно на газ Потому что газ по 22 гривны А бензин, который заправляю, по 36 А хороший бензин по 45, по 47 гривен Так, что у нас в багажнике по изменениям? В принципе, ничего такого Здесь уже более-менее порядок Здесь у меня есть химчистка салона Есть полироль для, получается, резины То есть можно резину как бы начернить И будет как бы красиво В предохранителе это набавляются ключи И самое главное я вам сейчас покажу, в принципе Самый просто кайф в том, что я купил инструменты, которые я хотел Это трещотка, блядь Это такая тема охуенная просто Я очень доволен, что я именно купил инструменты хорошие То есть, чтобы ремонтировать машину То есть купил набор трещоток Набор шестигранников я купил Отвертки, плоскогубцы То есть все самое такое необходимое я приобрел То есть это прям с кайфа Вот именно вот этот набор я очень хотел То есть набор трещоток Здесь еще есть переходник Бля, это прям кайф, пацаны Да, это маленькая трещотка Тут всего, по-моему, на 14 И все, максимум Но в любом случае это уже хорошо Я уже ей пользовался Очень удобная тема Домкрат у меня есть, как бы Тоже им уже пользовался не раз Хороший домкрат, мне брат подогнал Газовый баллон здесь стоит В принципе, там даже газ есть Но, как я и сказал Газ, в принципе, не работает Давайте я вам теперь покажу изменения по салону То есть я вот такие вот подушечки купил То есть вот такие вот подушечки Специально для сидушек Особо здесь ничего не поменялось Я себе купил, получается, нормальный держатель У меня до этого был другой Этот хотя бы нормальный То есть нормально держится На магнитике Клац-клац и все Сзади по изменениям, получается, я купил подушечки Чтобы просто там приехать Куда-то полежать И вот такой вот плед еще лежит Наверное, еще одно из самых интересных Это то, что Наверное, еще одно из самых интересных Это то, что я на ней проехал уже 3200 километров То есть я ее покупал Пробег был где-то 38 тысяч А сейчас пробег как бы 41 тысяча 230 километров То есть за один месяц я проезжал Где-то тысячу километров Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...